Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Макси Мельников. В этом году вступил в силу федеральный закон, который меняет порядок применения и регистрации контрольно-кассовой техники. Какие появились преимущества для потребителей и предпринимателей в этой связи? Об этом пойдет речь сегодня. Я представляю моих гостей, представителей инспекции Федеральной налоговой службы по Красногорскому району Дмитрий Ларионов и Никита Никитов. Здравствуйте! Ну что же, давайте разбираться в этой теме. Начнем сразу. У нас меняется порядок применения контрольно-кассовой техники. А кто сегодня обязан ей пользоваться? На сегодняшний момент обязаны ей пользоваться предприниматели, которые находятся на общей традиционной системе налогового обложения и на упрощенной системе налогового обложения. Предприниматели, организации, которые находятся на патенте и на ЕНВД, имеют право не применять контрольно-кассовую технику. Но по требованию покупателя обязаны выдать документ, подтверждающий покупку, который должен содержать обязательный реквизит. Но это опять же до 2018 года, если я не ошибаюсь? Да. С 1 июля 2018 года им также обязывают применять контрольно-кассовую технику. Понятно. Меняется порядок применения вот такой контрольно-кассовой техники. А, соответственно, что, собственно, меняется? Какие перемены? Перемены. Нужно будет применять новую контрольно-кассовую технику. До 1 февраля 2017 года это добровольный порядок перехода на новый. С 1 февраля 2017 года по 1 июля 2017 года регистрация будет только новых контрольно-кассовых машин. Кассы будут в онлайн-режиме передавать фискальные данные о покупке на серверы ФНС. Любой покупатель, клиент может обратиться или на сайт налог.ру и посмотреть там свой чек, проверить, знав перед этим реквизиты. Также все данные будут храниться в фискальном накопителе самой машины. Понятно. То есть самое главное отличие в том, что сейчас все данные, которые есть у предпринимателей, соответственно, о покупке, они передаются в какой-то центр, на какой-то сервер. Их всегда можно оттуда извлечь. Для чего это нужно, для чего необходимо? Ну, даже с точки зрения налоговой инспекции. Таким образом, налоговая инспекция будет более обширно осуществлять налоговый контроль, при этом не проводя непосредственно проверки. Все будет... Ну, будет проще. Качественнее. Будет качественнее. То есть вот раньше, допустим, как часто раньше проверялись, да, вот такие контрольно-кассовые аппараты, и вот в связи с новым законом, как часто они будут проверяться теперь? Или в принципе... Раньше по методологии составлялся план проверок. Ну, был некий процент нерезультативных проверок, потому что по факту нельзя, не выходя конкретно к предпринимателю, установить то, что действительно там есть нарушение. То есть делался анализ по методологии, и он не всегда был достоверен. Ну, а сейчас есть возможность более полно, да, просмотреть историю каких-то, да, покупок, и, соответственно, сделать более полный анализ, и выявить, если они есть, конечно, те или иные нарушения. Правильно? Совершенно. Понятно. Хорошо. Вот для индивидуальных предпринимателей, да, в чем преимущество перехода вот на такие новые контрольно-кассовые аппараты? Для предпринимателя, прежде всего, это сокращение финансовых затрат на обслуживание кассы, это временные затраты. А с чем связаны финансовые? Финансовые затраты сокращены в связи с отсутствием ЭКЛЗ и в связи с отсутствием надобностью заключать договор с Центром технического обслуживания, чтобы было в старом порядке. Все это было на коммерческой основе, также ЭКЛЗ стоило денег, поэтому на данный момент в новом порядке это будет намного лучше. То есть это отменяется. То есть ты зарегистрировал новый контрольно-кассовый аппарат, и, соответственно, больше никаких действий с ним проводить не нужно? Да, не нужна ни перерегистрация, ни смена ЭКЛЗ, так называемая. То есть там нужно будет менять фискальный накопитель, но он намного увеличен срок, чем ЭКЛЗ. Хорошо. Потребители, нам, обыкновенным людям, которые ходят в магазины, которые пользуются различными услугами, для нас есть какие-то преимущества в этом? Для потребителя преимущество то, что каждую покупку, кассовый чек, можно проверить на сайте налог.ру и через мобильное приложение. Тем самым осуществить гражданский контроль. Если там что-то вас не устраивает, или что-то вы заметили, вы сообщаете, также может через личный кабинет написать заявление, оно будет установлено в законном сроке, рассмотрено, и вам дадут ответ. Сами чеки как-то виды изменятся? Да, бумажные чеки. Нет, они останутся как будет электронный чек, так и останется бумажный. По умолчанию, единственное, на чеке добавится QR-код, в котором будет содержаться вся необходимая информация общая. Продавец, время, суммы и так далее. Серьезный вопрос, ведь у нас же много предприятий, которые используют кассовые аппараты. Естественно, при переходе на новую систему, да, они должны будут отправлять информацию. А куда? То есть должен быть какой-то огромный сервер, который способен хранить большую информацию. Колоссальный объем информации. Ну, сервера, Дмитрий расскажет, где они находятся. В каждом регионе будут непосредственно находиться дата-центры, в которые будет стекаться вся информация с конкретного региона. И хранится там определенный период времени для того, чтобы можно было и посмотреть историю покупок, и историю, так сказать, продаж непосредственно. Ну, а сколько будет храниться? Свыше пяти лет. Свыше пяти лет. То есть, ну, достаточно долго. Да. И как еще раз можно будет оттуда получить информацию в случае необходимости? Как непосредственно потребители смогут ее просмотреть на сайте налог.ру или через мобильные приложения? Ну, для этого что-то нужно знать? То есть, ну, я думаю, наверное, для начала надо зарегистрироваться на сайте налог.ру. Нет, в общем доступе все. Это все будет в общем доступе, без всякой регистрации. Ну, единственное, что с приложением, наверное, какой-то нужен будет аккаунт. А найти-то как, например, свою покупку, да, интересную? То есть, я захожу на налог.ру, да, хочу посмотреть, там наверняка будет какая-то... Там будет личный кабинет, вот как раз по контрольной кассовой технике. И, ну, при занесении данных, значит, продавца... Как продавца, да, ведь есть же, например, там магазин называется, я не знаю. У вас на чеке должен быть... А если нет чека? Юридический, бывает, в любом случае бумажный чек обязаны будут выдавать. Это понятно. Ну, не взял человек, да, чек. Как можно будет найти? По адресу, например, магазина можно будет найти? Ну, по юридическому лицу, вообще, если там угол потребителя, они же должны вывешивать свидетельство. Но тут, если вы забыли чек, вы можете прийти в магазин, указать свою электронную почту или еще какой-то там электронный адрес. И вам обязаны будут ваш чек выслать по почте. Это именно предприниматель? Да. Да, он обязан будет. А в какие сроки? Ну, в какие сроки? По-моему, в трехдневный. Трехдневный срок. Понятно. Для предпринимателей, да, есть старенький кассовый аппарат. Ну, понятно, что покупка нового – это все-таки вложение определенное. Может быть, есть возможность каким-то образом свой старый аппарат подключить вот к этой новой системе? Есть старые аппараты, не все, но есть перечень моделей, которые подлежат модернизации. Этот перечень вывешен и на сайте, и в инспекциях, и на информационных стендах. То есть, старые аппараты, некоторые модели можно модернизировать и также применять по новому порядку. То есть, можно будет зайти на сайт, посмотреть, да, и обратить. Опять же, кто будет модернизировать? Это специальные фирмы какие-то? Ну, модернизировать, наверное, будут те же самые центры технического обслуживания. Все равно нужно будет обращаться. Но, опять же, не годовые контракты и договора на обслуживание, а какой-то определенную услугу для модернизации, для установки программного обеспечения. Знаю, что в преддверии принятия закона был некий такой период тестирования. Некоторые регионы, некоторые предприниматели работали по красновой системе. Были такие в Красногорском районе, и, естественно, если были, то... Какие назвать, не могу, не помню, кто участвовал в этом эксперименте. Но все, кто участвовал, значит, отзывы положительные, все довольны и счастливы. Понятно. В случае, можно будет восстановить, наоборот, бумажную кассу. Чек, если человек потеряет его, например, при помощи вот такой услуги новой. Бумажная? Ну, конечно, бумажная распечатывается через программное обеспечение. Если вы обратитесь, то предпринимателя или организация сможет распечатать вам чек этот. Если вы будете знать реквизиты и дату, время, вам распечатывают. Возьмем такую сторону, как покупка товаров через интернет. Соответственно, решит ли новый закон проблему невозможности выдачи чека при расчетах сети интернет? Особенно, если мы расплачиваемся не живыми деньгами, а какими-нибудь электронными. Ну, как раз новый порядок и был учитан с моментом интернета, то, что там не применялась неконтрольная кассовая техника, и все потоки были там теневые, и их никак нельзя было контролировать. Теперь в интернете можно будет применять, и все, а также это будет подконтрольно, электронными деньгами можно будет расплачиваться, и также покупателю будет высылаться в электронном виде, в виде кассового чека. Ну, квитанция, как угодно. То есть, также за электронные деньги. Можно будет проверить, да, например, вот я хочу оплатить какой-то товар в интернете, могу ли я проверить эту фирму? То есть, есть ли у нее кассовый аппарат такой, да, легально ли она ведет свою бизнес? Фирму вы можете проверить, наверное, даже на сайте налог.ру, вы можете даже выписку выгрузить в ЕГРЮ. Единственное, что, если будут на сайте какие-то данные, то есть реквизиты, хотя бы ИНН или название юридическое. Проверить на легальность данного сайта, ну, не могу сказать. То есть, это все, как бы... Не, ну, легальность, понятно, то есть, ну, главное, чтобы юридическое лицо было, чтобы можно было в случае чего хоть кого-то найти. Да, то есть, это возможно. Не, конечно, с данным порядком, да. То есть, если даже организация, которая прочитает деятельность через интернет, высылает вам какую-то квитанцию, то это уже говорит о том, что уже что-то легитимное, а не просто. Понятно. Ну, и хотелось бы подвести небольшой итог, да, еще раз напомнить всем, да, что с 2018 года у нас все предприниматели, да, будут использовать контрольно-кассовую технику нового образца. И, естественно, еще раз о преимуществах, да, давайте тогда преимущество для предпринимателей и преимущество для потребителей. Ну, для... Подытожим просто все. Да, для предпринимателя это одно из основных преимуществ будет, это порядок регистрации. Он упрощенный, не надо приезжать в налоговую инспекцию, там, привлекать сотрудников ЦТО. Достаточно будет в личном кабинете на сайте налог.ру зарегистрировать данную модель, это все будет доступно и понятно, там будут конкретные поэтапные действия расписаны. Ну, а для потребителей, естественно, что всегда можно будет свою покупку... Некий гражданский... Где-то найти в интернете, да, в интернете, даже... Гражданский контроль. И не обязательно тогда, я так понимаю, допустим, брать с собой бумажный кассовый чат, да, его можно будет всегда найти в какой-то общей базе. Главное знать минимум, да, соответственно, название юридического лица, где была произведена покупка или, там, покупка той или иной услуги. И, либо, может быть, какие-то реквизиты, да, ИНН, и тогда можно будет всегда свой чек найти. Да. Понятно. Спасибо большое за такие подробные разъяснения, дорогие друзья. Я напоминаю, что сегодня мы говорили о новом законе, который предусматривает, который меняет порядок применения и регистрации контрольно-кассовой техники. В гостях у нас сегодня были Дмитрий Алексеевич Ларионов, заместитель начальника анализа и планирования налоговых проверок ФНС России по Красногорскому району, и Никита Игоревич Никитов, главный государственный налоговый инспектор, также налоговой службы России по Красногорскому району. Спасибо вам еще раз. Дорогие друзья, ну а для вас сегодня в студии работал Максим Мельников. До свидания и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!